Твою Отца и Сына и Святаго Духа, Христос Воскресе! Боистос Воскресе! В сегодняшнем длинном отрывке из 9 главы Евангелия от Иоанна мы слышали, как Господь Иисус Христос назвал Себя Светом Миру. «Да коли я в мире, я Свет Миру» – «Фос и Миту Космон». Это одно из многих так называемых «его и ми», то есть «аз», «есмь» – выражение в Евангелии от Иоанна. В другом месте того же Евангелия Господь Иисус Христос говорит о Себе «Я – пастырь добрый», «Я – путь истины и жизни», «Я – виноградная лоза». Это я все привожу в русском синодальном переводе, который совершенно неверно, неправильно передает эти места. Ведь такого рода передача подразумевает, что вот Господь – Свет Миру, а вот Он тоже Свет Миру, и она тоже Свет Миру. Он – пастырь добрый, и я там еще кто-нибудь пастырь добрый. Ничего подобного. Правильный перевод этих мест должен звучать так. «Свет Миру – это я». Путь, истина и жизнь – это я. Тем самым Господь указывает на Себя как источник блага, света, жизни, просвещения, поскольку Он – истинный Бог, пришедший в мир. Человек, которого Он исцелил, слепого от рождения, человек этот не видел Свет физический всю свою жизнь, но после своего прозрения смог видеть Свет. И мы все также слепорожденные, поскольку не видим Божественного Света, Света Божьей благодати. «Поскольку не видим мы этого Света, то мы не видим Бога». Преподобный Симеон Новый Богослов называет видение этого Божественного Света, который исходит от Бога, который не имеет своим источником ничто сотворенное. Называет видение этого Света собственной духовной жизнью, христианской жизнью. И говорит, Бог есть Свет, и те, которые приняли Его, приняли Его как Свет. Свет славы Его объявляет Его, и без Света Ему невозможно явить себя. Если же кто не видел этого Света, то Он еще во тьме. Пусть это будут цари, пусть патриархи, пусть архиереи или иереи, пусть начальники или подначальные, миряне или монахи, все они еще во свете сидят, простите, во тьме сидят и во тьме ходят, и не хотят, как должно, покаяться. Покаяние есть дверь, которая вводит человека в свет. Эти слова преподобного Симеона Нового Богослова, жившего в XI веке, могут показаться уж слишком требовательными. Но не всем же быть святыми, в конце концов. Но вот и преподобный Серафим Саровский в XIX столетии говорит, смысл жизни христианина, цель его жизни – это приобретение Духа Святаго Божия. Да, не все достигают святости, но стремиться к этому Божественному Свету, очищать себя для того, чтобы сделать соучастником Божественной жизни. И это все дано каждому из нас. Пусть мы не сделаем на этом пути так много шагов, как хотелось бы, пусть мы, к сожалению, как пишет Абудрофей, делая один шаг к Богу, делаем порой два шага назад или три шага назад, полагая один камень в кладку, в стену здания своего спасения, мы вынимаем два или три камня обратно. Пусть это так, но стремиться к этому – это именно и есть то, что сообщает подлинный смысл нашей жизни. Без этого наша жизнь выхолощивается, делается совершенно бессмысленной. Евангельское чтение сегодня оканчивается на этой встрече слепорожденного со Спасителем в храме. А дальше, хотя это не читалось сегодня, Господь, как бы подытоживая то, что произошло, имея в виду одновременно и слепорожденного, и тех фарисеев, которые нападали на него, желая, чтобы он отверг и отрекся от чуда своего исцеления, Господь говорит, «На суд пришел я в мир сей, для того, чтобы верующие, то есть для того, чтобы слепые сделали зрячие, а зрячие сделали слепые». Конечно, он обыгрывает физическую и духовную слепоту, имея в виду то, что те, которые отвергают подлинность его света, суть духовно слепы, в то время как даже слепец, если бы он не прозрел, но только пришел к вере, в него, как в Сына Божия, к вере во Христа он был бы зрячий. Суд, о котором сказал Господь здесь, евангелист Иоанн в другом месте своего Евангелия прямо увязывает со светом Христовым и говорит, суд состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Свет Христов просвещает и освещает всякого человека, приходящего в мир, как говорится в молитве первого часа, и каждый, кто приводит свою душу, свое сердце к сознанию и пониманию подлинности этого Божественного Света, приходит на суд своей совести и в этом свете Христовом судит самого себя, свою внутреннюю, поднагодную свою, все свои поступки, мысли, слова, чувства, душевные движения, переживания и чувствует, как Свет Божественный судит его. Но благо человеку, если этот суд будет происходить для него здесь и сейчас, в течение этой земной жизни, ибо тогда он будет оправдан вечности. Горе тому человеку, который отвергает свет Христов и хочет вместо этого единственного критерия истины в своей жизни ориентироваться на что-то другое, поставить место Света Христова во главу угла и в центре своего существования какие-то чистые земные, человеческие представления, стремления, ценности и так далее. Горе этому человеку, потому что Свет Христов, который облистает его в вечности, обнаружит чету и напраслену, и иллюзорность, и эфемерность, и ущербность всех его подобных суррогатов и подмен, которые он утверждал и утверждал в течение своей жизни. И такому человеку не удастся устоять на этом суде Христовом, который, как сказал евангелист Иоанн, просто заключается в соприкосновении человеческой личности с этим Божественным Светом. Вот почему так важно, чтобы вся наша жизнь была движением к Свету Христову, и чтобы мы в этом свете судили самих себя и чувствовали, что мы осуждены истиной Христовой, но по милосердию Божию надеемся на спасение. Господь – Свет Миру, именно Он – Свет Миру. Будем стараться искать этого Света. Аминь. Христос воскресе! Боистос воскресе! Аминь. Аминь.